Подрэнчник крок по кроку, позжим А1, лэкция 3, урок 3, чэнщь С, мяновник. Мяновник – именительный падеж. Прочтём с вами диалог и переведём. Мам пытание. Вече, цо то ест жечовник? У меня вопрос. Вы знаете, что такое существительное? Не веря мы, не знаем. Например, мапа, клуч, окно, пашпорт. Например, карта, ключ, окно, паспорт. То есть существительное у нас то, что отвечает на вопрос кто что. А написать и прочитать, что не ест жечовник, правда? А написать и прочитать – это несуществительное, правда? Так, правда. Да, правда. Существительное имеет три рода – мужской, женский и средний. И так, переходим непосредственно к именительному падежу. Мяновник. Мяновник – отповяда на пытание «кто цо?». Именительный падеж отвечает на вопросы «кто что?». И разбирать мы с вами пока будем единственное число. Личба поедынша – единственное число. Что у нас есть в табличке? Род займенский – род мужской. Род зайженский – женский род. Род зайнияки – средний род. Также здесь мы видим написано слово «жечовник» – существительное. И показано, какие у существительных по родам могут быть окончания. Пшиклад – пример. Увага. Внимание, здесь какие-то исключения. Итак, рассмотрим мужской род. Род займенский. Существительные в именительном падеже в мужском роде чаще всего имеют нулевое окончание. Очень схоже с русским языком. Мы также говорим компьютер, стол, пол, дуб и так далее. И у нас в мужском роде у существительных также нулевые окончания. То есть студент – это студент. Но бывают слова мужского рода, которые заканчиваются на окончание «а». Например, то есть тата – это папа. И чаще всего в польском языке это название каких-то профессий. Слова такие как тата, коллега, артиста, дентиста. В русском языке также есть такие слова. Например, слово «папа» также в русском языке мужского рода с окончанием «а». Или слово «коллега» также мужского рода с окончанием «а». Аналогично происходит в польском языке. Род здесь женский, женский род практически всегда существительный, имеет окончание «а». То есть студентка – это студентка. Бывают в женском роде слова с нулевым окончанием, их не так много. В примере написано слово «ноц», «ночь», «она моя». Какие еще слова могут быть? Суль, буль, тваж, мышь, жечь, соль, боль, лицо, мышь, вещь. И также в женском роде иногда бывают окончания и таких слов совсем немного. Пани, то есть вежливое обращение к женщине – это одна пани. С пшедовчини – одна женщина-продавец. Богини – одна богиня. Господыни – одна хозяйка. В среднем роде может быть аж четыре варианта окончаний. О, э, эзгонки и окончание ум. Например, то есть джетско – это ребенок. Помним, что джетско – оно в польском языке среднего рода. То есть мешкание – это квартира. То есть имя – это имя. То есть музеум – это музей. Всегда слова с окончанием ум относятся к среднему роду, как бы нам не хотелось отнести их к мужскому. Лицеум, музеум, центрум, планетариум, лабораториум и так далее. Все существительные с окончанием ум относятся до рудзаюниякегу, к среднему роду. И забегу немножко вперед, скажу, дальше мы об этом будем подробнее проговаривать. Вот эти существительные, которые заканчиваются на ум в среднем роде, не изменяются по падежам в единственном числе. Ура! Ну что, тренируемся. Выполним первое упражнение – чвеченье номер еды. Нам нужно слова, которые нам предоставил учебник в рамочках, разгруппировать по категориям – он, она, оно. То есть расформировать по родам – мужской, женский, средний. Помним, окончание в женском роде чаще всего – а, в мужском роде чаще всего – нулевое. И все, что – о, э, э, с, угон, кем, ум – это средний род. Авенц. Кшёншка. Окончание – а, она, моя. Сюда, в женский род. Книга. Зэшит. Тетрадь. Зэшит. Он мой в польском языке. Он. Очень часто в польском и русском языках не совпадают слова по родам. Поэтому мы и тренируемся, обращаем внимание на окончание. Зэшит. Родзейменский. Он. Хотя по-русски мы скажем тетрадь, она моя. Дугопис. Ручка. Опять же, не совпадает род с русским и польским языком. Дугопис. Он. Родзейменский. Таблица. Доска. Она. Кшесло. Стул. Но так как окончание о только в среднем роде, значит он. Оно. Кшесло. Оно. Стул. Он. Стоуп. Оувек. Простой карандаш. Он. Гумка. Оно. Стирка. Резинка. Окно. Оно. Окно. Ключ. Он. Ключ. Кубок. Он. Кружка. Кумурка. Окончание а. Оно. Кумурка. Сотовый телефон. Плыта. Оно. Диск. Торба. Оно. Диск. Торба. Сумка. Мапа. Оно. Карта. Сегрегатор. Нулевое окончание. Он. Это такая папка большая с кольцами. Чвечение. Упражнение. Окончание е мы видим в среднем роде. Оно. Итак, мы можем сказать, например, словарь. А можем сказать этот словарь. Дай мне, пожалуйста, не просто словарь, а именно вот этот словарь. Итак, в мужском роде он, роде мэнский, словник тэн, этот. В женском роде мы скажем это. В польском будет звучать просто та. И средний род это по-польски мы скажем то. Тэн, та, то. Переводится как этот, это, это. Словник. Тэн, словник. Этот словарь. Комурка. Та комурка. Этот телефон. Видим, что опять же с русским языком не совпадает по роду. Ну, например, кщеншка. Та кщеншка. Книга – это книга. Радьё, то радьё. Это радио. И прилагательные рассмотрим. Также в именительном падеже единственного числа. В мужском роде мы спросим какой. Яки. И окончание у прилагательных могут быть. И. Добрый. Хишпанский. И после мягких букв. К, Г, например. В женском роде мы спросим яка, какая. И у прилагательных женского рода в именительном падеже может быть только окончание а. Добра. Хишпанская. Хорошая. Испанская. Средний род. Яке. Какое. Окончание у прилагательных только э. Всегда. Добре. Хишпанские. Хорошая. Испанская. И прочтём диалоги. Хавьер. Яки ест тэн словник? Хавьер. Какой ест этот словарь? Тэн словник ест добрый. Старый. Але добрый. То есть словник польско-хишпанский. Видим. Этот словарь. Мужской род. Этот словарь. Хороший. Тэн словник ест добрый. Прилагательных только окончания и или и в мужском роде. Старый. Але добрый. Старый. Но хороший. То есть словник польско-хишпанский. Это словарь польско-испанский. Следующий диалог. Яка ест та торба? Какая ест эта сумка? Какая эта сумка? Та торба ест бардо добра. Бо ест дужа. Эта сумка очень хорошая, потому что большая. В женском роде та, это сумка. И прилагательными это окончание а всегда. Добра, дужа. Третий диалог со средним родом. Мами. Читаку мурка ма радио? Мами. Этот телефон имеет радио? В этом телефоне есть радио? Так, ма. Да, есть. Яке ест то радио? Яке какое это радио? То радио не ест бардо добре, не ест японске. Это радио не является очень хорошим. То есть не есть очень хорошее, не потому что оно не японское. Видим, в среднем роде у прилагательных только окончание э. И обратите внимание на слово добре, добрый, добра, хороший, хорошая, хорошее. Есть чуть-чуть слова добже, и это наречие уже, не прилагательное. То есть как, добже, як, добже, как, хорошо. А здесь у нас именно прилагательное. Хороший, хорошая, хорошее. И давайте опять же потренируемся. Предложенные слова расставим по родам. Яки – мужской род. Яка – женский род. Яки – роды не яки. Средний род. И здесь небольшой лайфхак. Какое окончание в вопросе, такое окончание им в ответе, то есть в словах. Единственное, что в мужском роде мы видим окончание и, но помним, что может быть два варианта. И, и. Итак, старый – старый. Яки – родземенский. Хишпанский – яки. Испанский – какой? Родземенский. Добра – яка. Какая? Хорошая. Мауи – яки. Мауи. Какой? Маленький. Родземенский. Файна. Яка. Какая классная. Родзе женские. Дуже. Яке. Какое большое. Мэнский. Яки. Какой? Мужской. Новый. Яки. Какой новый. Японский. Яки. Родзе не яки. Какое японское. Модна. Яка. Какая модная. Чвеченье номер три. Упражнение номер три. Нам нужно вставить тэн, та, то, этот, это, это, в зависимости от рода существительного. И выбрать прилагательное с правильным окончанием. Мужской, женский или среднего рода. Прочтем пример. Тэн ключ ест новый. Этот ключ новый. Мы видим слово ключ, так как нулевое окончание, значит, наиболее вероятно, что это мужской род. И говорим тэн, этот. Род и прилагательное имеет окончание «ы» и новый. Дальше видим существительное школа. Окончание «а» женский род. Школа, значит, мы говорим «та школа ест добра». У прилагательного женского рода в именительном падеже единственного числа всегда окончание «а». Эта школа хорошая. Та школа ест добра. Окно, средний род, род за неяки. И мы скажем «то окно ест дуже». Яке, дуже. Это окно большое. Прилагательное в среднем роде всегда окончание «э». Та кщеншка ест стара. Кщеншка, венц та и венц стара. Эта книга старая. Увэк, родземэнский он, увэк, увэк тэн. Тэн увэк ест яки новый. Этот карандаш новый. Коллега, несмотря на то, что окончание «а» мужского рода. В женском роде была бы коллежанка. Поэтому тэн коллега ест милый. Яки, милый. Этот коллега приятный. Пуэта, видим окончание «а», значит женский род. Та плыта ест зла. Этот диск плохой. Помним, слово «зла» имеет два значения. Злая и плохая. Ну, диск не может быть злой у нас, поэтому плохой. Пани, она, венц та, пани, ест яка, ест симпатична. Эта пани симпатичная. Стул, родземэнский. Тэн стул ест малый. Этот стол маленький. Словник, он, тэн, словник, ест дужи. Тэ же родземэнский. Этот словарь большой. Прочитаем в упражнении 4. Надписи к фотографиям. Улица дужа. Улица большая. То есть улица, яка, дужа. Женский род. Плац, новый, плац, он, родземэнский. Поэтому мы говорим новый с окончанием «ы». Площадь новая. Новый Йорк, Нью-Йорк. Нова Хута. Название района. Малый рынок. Малая площадь, но так как рынок мужского рода, поэтому мы говорим «малы». Старая синагога, старая синагога, старое място, старый город. Видим в женском роде прилагательное «а» окончание «старая синагога». В среднем роде у прилагательного окончания «э» – старое място, старый город. Идем дальше. Часть D – цвета. В упражнении 1 нас спрашивают «яки то колор?» Какой это цвет? Давайте познакомимся с названиями цветов. Я читаю, произношу вслух. Вы, пожалуйста, также вслух за мной повторяйте. Белый. 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 Бронзовый. Коричневый. Бронзовый. Чарный. Чёрный. Чарный. Червоный. Красный. Червоный. Постарайтесь произносить твёрдо. Ч-э. Не червоный, а твёрдо. Червоный. Жёлтый. Здесь буковка У. Жёлтый. 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 Зелёный. Жёлтый. Букавка И, как волшебная палочка. Один звук превращает в другой. Зелёный. Жёлтый. Шарый. Серый. Шарый. Ружовый. Розовый. Ружовый. По-маранчовый. Оранжевый. По-ма-ра-нь-човый. По-маранчовый. Кстати, апельсин в польском языке помаранча. Помаранчовый и помаранча. Очень созвучно. Апельсин оранжевый, также цвет оранжевый. Небеский, синий, небеский. Если мы хотим сказать голубой, мы скажем ясно небеский, как будто бы светлый от синий. Небеский. Фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый. Хорошо, переходим к упражнению номер два. Очеречение друге, номер два. И тут нам надо уже сказать, глядя на картинку, что это и какого оно цвета. Итак, рассмотрим первый пример. У нас книга красного цвета. И мы скажем та кщеншка ест червона. Эта книга есть красная. Помните, мы говорили, что без глагола не можем мы построить предложение. Поэтому вставляем форму глагола быть, часовника быть в нужной форме. Кщеншка то она. Поэтому мы говорим ест. Та, потому что женский род. Та кщеншка ест червона. Мы видим оранжевая кружка. Кружка в польском языке будет кубек мужского рода. И мы скажем тен кубек ест помаранчовый. Тен кубек ест помаранчовый. Под номером три мы видим нарисован коричневый стол. Стол по-польски стул мужского рода. И мы скажем тен стул ест бронзовый. Тен стул ест бронзовый. Номер четыре. Таблица доска. Таблица женского рода. Поэтому мы скажем та таблица ест бяло. Это доска белая. Под номером пять мы видим зеленый стул. Стул в польском языке кшесло. Родзей неякий. Средний род. Поэтому мы говорим то кшесло ест желоне. Под номером шесть у нас простой карандаш желтого цвета. Увек он род займенский. Тен увек ест желтый. Под номером семь гумка резинка розовенькая. Гумка женский род роды женские. Та гумка ест ружова. Это резинка розовая. Кумурка под номером восемь. Сотовый телефон. Кумурка роды женские. Она. Та гумурка ест чарна. Этот телефон черный. Та торба ест фиолетова. Эта сумка фиолетовая. Тен ключ ест шары. Этот ключ серый. Переходим к упражнению номер три. Чвеченье тшеча. Чвеченье номер тши. И нам нужно вставить слова из рамочки к предложенным словам. Сделать фразы из них. Давайте прочтем. Желтый сыр. Желтый сыр. Белый дом. Белый дом. Золотая медаль. Золотая медаль. Слово медаль в польском языке мужского рода. Поэтому и прилагательное имеет окончание и или и. Золотый медаль. Бронзовый медаль. Золотая медаль. Бронзовая медаль. Сребрный медаль. Серебряная медаль. Червоное вино. Вино. Родзы ниякие. Средний род. Поэтому прилагательное окончание и. Красное вино. Ружовая пантера. Розовая пантера. Чарный хумор. Чёрный юмор. Желона хербата. Зелёный чай. Опять же, не совпадает в русском языке. Чай. Он мой. В польском языке. Хербата. Оно. Родзы женские. Желона хербата. Бяуа кава. Белый кофе. Как может быть кофе белым? В Польше всё возможно. Так называют кофе с молоком. Чарна кава. Чёрный кофе. И бяуа кава. Белый кофе. Кофе с молоком. Армия червона. Красная армия. Желона салата. Зелёный салат. Листья салата. Желона салата. Бяуа ноц. Белая ночь. Шаромышка. Серая мышка. Сок помаранчёвый. Сок оранжевый или же сок апельсиновый. Небеске небо. Синее небо. Дай бог нам всем мирного синего неба. Бронзовый рыжь. Коричневый рис. Помаранчёва революция. Оранжевая революция. И повторение. Последнее на сегодня повторение. Соединим одну часть с другой частью. И у нас получится. Со то ест? Кто ест кщоншка? Что это? Эта книга. Кто то ест? Кто это? Кто ест студентка? Эта студентка. Со и кто? Со что? Кто это кто? Чи то ест другопис? Не. Кто ест уловек? Эта ручка? Нет. Это карандаш. Предложение вопросительное. Можно начинать со слова чи, которое переводится как ли. Это ли ручка? То есть мы сомневаемся и спрашиваем. Но можно также интонацией задать вопрос. И просто спросить. То ест другопис? Эта ручка? И то и то будет верно. Яки ест тэн другопис. Какая это ручка? Тэн другопис ест чарны. Эта ручка чёрная. Яка ест такщоншка. Какая эта книга? Та кщоншка ест бардзо добра. Эта книга очень хорошая. Яки ест то окно. То окно ест дужи. Какое это окно? Это окно большое. И мы видим яки мужской род, яка женский род, яке средний род. Какой, какая, какое. Тэн – этот. Та – это. То – это. То-то значит малый. Что значит малый? Маленький. То значит жене ест дужи. Это значит, что небольшой. Напомню, что когда у нас слово коротенькое состоит из одного слова, и перед ним есть предлог, то ударение падает на предлог. Жене ест дужи. То-то значит новый. Что означает слово новый? То значит жене ест старый. Это значит, что не старый. Домашнее задание. Повторяем название цветов. Также читаем предложение. Обязательно проговариваем вслух. Таким образом мы тренируем и чтение, и говорение, и аудирование. И в такой способ быстрее и легче будет запоминаться новые слова, фразы, выражения. Также вспоминаем, запоминаем. Тен-та-то. Этот-это-это. И мяновник. Сейчас покажу. Просматриваем еще раз мяновник. Именительный падеж отвечает на вопросы кто что. Пока мы с единственным числом с вами познакомились. Для чего нам это нужно? Потому что часто не совпадают в польском языке и в русском языке существительные по родам. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...